Приветствую вас. Я думаю, что исходя из вашего такого вот немного сбивчивого текста, можно сделать вывод, что вы не определились не столько с самой работой, сколько вы не определились с тем, что вам важнее. То есть, либо вам важнее, допустим, получать деньги, тогда вы просто делаете что-то ради денег, если вам нужны деньги, либо вы ориентируетесь на развитие, если сейчас денежный вопрос вас волнует меньше. То есть, понимаете, какая штука, вот с этим можно определиться, вы же просто выдаёте какой-то набор мыслей, да, которые очень сбивчиво и беспорядочно текут. То есть, одна мысль тянет сюда, тут-тут-тут, тут-тут, тут-тут, тут-то, тут-то, тут это, тут люди говорят, что-то тут, я что-то хочу, вот, меня интересует там бизнес и прочих, коммерция. Знаете, важна цель, ориентир. У вас много сил, у вас есть ресурсы, но нет цели. Соответственно, необходимо определиться с тем, что вам важно, что вам важнее. И исходя из этого, уже можно будет что-то делать. Вот. Пока смеется ощущение, что вы не прислушиваетесь к себе, не ориентируетесь на свои чувства, а на свои желания, просто делаете то, что-то, что-то делаете. Вот хватает всегда любое дело, ожидая, что очень быстро, очень скоро оно начнёт вам приносить какой-то там профит и так далее. Так это не работает. Вы правы, что в любое дело нужно отдать достаточно много сил, чтобы что-то получилось. Вот. Поэтому, я думаю, что вот примерно так, примерно такую историю можно вам предложить. А вот, что важно вам, что для вас важно, что вам важнее, что вы хотите, что вам нужно, что вам интересно на самом деле. Да? Это вот решение нужной исследования. Причём, это такая, знаете, своего рода пирамида. То есть, вот, на первом месте у меня идут деньги, например, на втором месте интерес. То есть, сначала я озаботился тем, чтобы обеспечить себе денежный, допустим, поток, потом я озаботился интересом. И наоборот, первое я озаботился интересом, потом я озаботился там денежным потоком, что деньги здесь не так важны. У меня такое ощущение, что вы не готовы делать ни того, ни другого. Вот. И, возможно, вы просто не привыкли к себе прислушиваться. И тогда вам просто нужно пройти курс, например, психотерапии, да, серию бесед, чтобы вы лучше себя понимали. А, возможно, за этим стоит некая тревозность, некий блок, некий страх перед будущим, перед ответственностью и так далее. Вот. Возможно, вы чувствуете себя обязаны, там, кому-то, чего-то добиться, чего-то достичь и т.д. и т.п. Опять же, было бы легче, ну, для вас было бы легче, если бы вы сами себе ответили на вопрос, для чего я хочу делать вот то или иное. Зачем? Ну, с какой целью я всё это хочу? Зачем мне это всё вообще? Вот. То есть, что я от этого жду для себя, например, понимаете? То есть, эти моменты, они также очень важны. И история в том, чтобы для себя вот с ними определиться. И определиться в том, что же вас всё всегда блокируют. Вот. Потому что ваш текст, это, знаете, вот, как сказать, психологу, да, вот именно психологу, в вашем тексте, вот, достаточно мало информации. Как вот. Ну, как вот. Я посмотрю. То есть, это больше какой-то, знаете, какой-то такой, ну, момент, больше связанный с, ну, там, допустим, советами, да. То есть, вот. это именно вот, как будто вы хотите какого-то совета. Но, как, в общем-то, правильно сказал мой коллега, психологи советов не дают, мы не можем давать советы. Вот. Но мы можем зато помочь вам себя найти. Мы можем помочь вам поисследовать себя и понять, кто вы, что из себя представляете. Что это на самом деле. Ну, на самом деле, действительно. Вот. Мне кажется, так. Мне кажется, так вот, такой можно дать вам. Ответ. Вот. Давайте ещё раз, значит, посмотрим. Так, я в любом коммерческом банке намного больше возможностей общения и связи. Но, опять же, для чего это всё в дальнейшем, когда я закончу учёбу, очень захотать стать профессионалом в своём деле. А это очень без дилера, нужно с вами решать прямо дальше пойти, учиться, развиваться, дальше всеми бизнесами. В данный момент я не чувствую, не знаю, на что взяться. В данный момент мне ничего не объявляет, так и могу делать после моих сил. Ну, вот, как бы, тут нужно обратить внимание именно на себя. Именно на себя, на свои эмоции, на свои чувства и поисследовать, что вам ближе. Определиться с тем, почему вы, к примеру, делаете то или иное. Вот. Именно почему. И зачем. Это, вопреки вашему мнению, не одно и то же. Вот. То есть, есть разница. Есть разница. между, почему я это делал и зачем. Нет. Я это делал. Вообще, надеюсь, только что, ну, вы эту разницу для себя уловите. или уловите. Наверное, только уловите. Вот. И, соответственно, уловив эту разницу, сможете поисследовать себя. Вот. И, как результат, будете лучше разбираться в том, что происходит. Вот. Вот. Если не сможете сами, ничего страшного. А, наши специалисты вам могут помочь. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что для вас это было полезно. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, если сделаете лучше мой ответ. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.